Здравствуйте! Сегодня мы разговариваем с Сергеем Борисовичем Переслегиным, прогностиком, писателем, фоторологом. Здравствуйте, Сергей Борисович! На фоне эпидемии коронавируса мы видим, как не справляются медицинские службы, допустим, в Италии, в той же Европе, как у нас сейчас в Москве вводятся карантинные серьезные мероприятия, перекрываются границы, людям запрещается выходить из дома. Люди напуганы, люди переживают, они не понимают, что это за болезнь. Очень много противоречивых сведений о том, что до того, что все пропало и что это просто фейк. Но самое главное, мир после коронавируса. Вот к чему мы идем? Как он отразится на нашей социальной системе, на экономике, на политических системах во всем мире и в России в частности? Ну, давайте посмотрим все с самого начала. Это всего, это, конечно, не фейк, это реально существующий вирус, который по шкале ВОЗ относится ко второй категории опасности. В эту вторую категорию входят такие заболевания, как холера, например, но не входит чума, не входит эбола и другие геморрогические лихорадки. В этой второй группе он занимает почетное второе с конца места по степени опасности. То есть порядка двух десятков болезней, многие из которых свирепствуют в современном мире, в общем, считается ВОЗ более серьезной угрозой. Если говорить практически, то ближе всего коронавирус к обычному сильному гриппу. Как и обычный сильный грипп, он может давать осложнение. Конкретно данный вирус дает осложнение на легочную систему, то есть на дыхание. Это не первый такой случай и не второй. По своим угрозам, а их уже сейчас можно легко оценить, по нарастанию темпа эпидемии и количества погибших в мире, он находится где-то между азиатским гриппом 1899 года и гонконгским гриппом 1968 года. То есть где-то вот в этом районе. И то, и другое, довольно серьезная эпидемия, они прибыли гибели где-то порядка от 1 до 1,5 миллионов человек на земле по разным типам подсчетов. Но ни одна из них не стала причиной социальной катастрофы. Даже в самых жестких прогнозах самолармистские эпидемиологи сравнивают этот вирус с испанским гриппом 1920 года. Кстати, заметим, как раз столетие прошло, годовщина, который действительно привел гибели по разным подсчетам от 30 до 75 миллионов человек во всем мире. При этом замечу, что никакого воздействия ни на демографическую, ни на социальную, ни на культурную ситуацию он не оказал вообще. Смотрите другую сторону этой проблемы. За этот же период от диабета умрет в три раза больше людей, чем от этого заболевания. Но почему-то никто не кричит, что нужно немедленно всем самоизолироваться и запретить продавать сладкое во всех магазинах и кафе. Хотя, в общем, в данной логике было бы вполне себе разумно. Отсюда можно сделать простой вывод. Да, у нас имеется заболевание, да, оно достаточно серьезно. Да, оно серьезно в том плане, что в 2020 году войдет в первую десятку причин смерти людей на Земле, но в этой первой десятке оно будет занимать девятое или десятое место. В зависимости от того, как у нас будет с ДТП. Их может стать сильно меньше, тогда место будет девятое. А может быть на нормальном конече, тогда десятое. Примерно вот такого типа цифра. При этом социальные последствия, которые мы видим, это даже не просто катастрофа. Мне это ни с чем не сравнить. Вы спрашиваете, вернее нет, как раз я это сравнить могу. Мне 60 лет, я помню гибель Советского Союза. То есть вы считаете, что это сравнимо с гибелью Советского Союза? Да, я помню кризис 91-го года. Американцы до сих пор называют свою депрессию 29-го года великой, но они потеряли тогда около 30% ВВП. В 91-92 год мы потеряли порядка 80% ВВП. Вот это кризис приблизительно такого масштаба, о котором мы сейчас говорим. До этих величин я склонен надеяться, что дело не дойдет. Но то, что 29-й год мы где-то получим, это уже сейчас можно считать несомненным. Другой вопрос, и здесь я бы хотел бы просто этот момент, чтобы он тоже был освещен. Посмотрите, все экономисты, все вменяемые социологи и прогностики уже 2-3 года на 20-й год предсказывали экономический кризис и значительную рецессию. То есть это было бы все равно, даже без коронавируса. Вполне возможно, что стратегия и элит сейчас очень простая. Поскольку кризис все равно неизбежен, сделать его предельным. А предельный кризис дает две возможности. Первое – перераспределить активы в свою бонусу. И это, конечно же, главное. Вы спрашиваете, кто будет платить за кризис? Отвечаю, мы. Мы те, кто владеет миноритарными деньгами, обычными деньгами на небольших счетах в банке или даже у себя в кармане. Но есть и вторая цель. Либо злонит, царит над миром безраздельно, и я вовсе не сконен сходить из чистой теории загадок. Вторая цель такая – сдвинутый в предельное состояние маятник, волей-неволей начнет двигаться обратно. И в этом плане можно рассчитывать на то, что после кризиса мы можем быстрее восстанавливаться, чем это было в том же 1929 году. Это одна сторона возникшей проблемы. Вторая сторона. Мы говорили уже много лет, мы, я говорю, наш цех прогностиков о том, что сейчас происходит переход к новому шестому технологическому угоду. Переход между угодами – это всегда мировая война. В данном случае мировой войны нет. Но, поверьте, все ее функции будут выполняться. Даже чисто формально отмена Олимпиады – это как раз то, что у нас происходило во время Первой и Второй мировых войн. И никогда более ни в какой другой момент. Смена технологического уклада – это смена владельцев активов, смена финансовых потоков, но это еще и категорическое переформатирование системы деятельности. Поэтому заплатим не только мы. В ходе этой смены пройдет перераспределение финансов от банков к большим фондам. Частично даже в промышленность деньги уйдут. В этом смысле банкира – следующая пострадавшая часть населения после естественного, что называется, народа. Далее. Шестой технологический уклад – это безлюдные производства и дистантное образование. А это означает, что тех, кого отправили в дистанцию, обратно возьмут с большим разговором, а возможно и вообще никого не возьмут. Это тоже очень такой важный момент. Переход к шестому укладу провоцирует массовую безработицу. Сейчас есть возможность эту безработицу организовать таким образом, что в ней виновны не политические элиты, не экономические силы, а некая внешняя, ни от кого не зависящая ситуация. То есть вы говорите, что это вирус, это искусственно созданный вирус, для того, чтобы обострить кризис экономический? Почему же искусственно созданный вирус, как я уже сказал, существует реально? А вот его информационная раскрутка, я ее просто посчитал, существует способ оценить, насколько велика информационная раскрутка того или иного события. Это делается по анализу сети интернет. Довольно простая работа. Так вот, информационная раскрутка этого вируса порядка 100 раз. То есть эффект от него в 100-120 раз меньше, ну, понятно, что цифры с некоторой точностью, чем его реальное воздействие. Вот эта информационная раскрутка, это, конечно же, искусственное действие. Сам вирус при этом действительно существует и реально убивает людей, хотя далеко не так много, как об этом пишут. Вот, например, итальянский профессор Монтанарис указал, что реально в Италии от коронавируса умерло не более трех человек. Все же остальное – это смерти пожилых людей, которые были больны многими болезнями, находились на грани смерти. Коронавирус мог оказаться последним звеном в этой ситуации, а мог и вообще не иметь отношения к делу. Я боюсь, что под коронавирус сейчас запишут практически все легочные инфекции вирусного типа, а их довольно много, их порядка восьми. Ну, я имею в виду, из наиболее действующих. Плюс есть еще хронические болезни лёгких, которые в смертности занимают очень высокую позицию сразу за инфарктами и инсультами. И это тоже можно сейчас списывать на коронавирус. Поэтому раскрутка идёт. Но даже данные по раскрутке – 30 тысяч смертей за месяц – это не очень большие цифры по всему миру, учитывая, что в мире 7 миллиардов людей. То есть совсем грубо вероятно умереть от коронавируса для любого из нас. Где-то процентов на 30-40 меньше вероятности попасть в ДТП и погибнуть в сбитом машине. Поэтому информационная раскрутка имеет место быть, и это страшная раскрутка. Я очень серьёзно надеюсь, что когда вся эта ситуация закончится, люди, которые в этом виновны, будут найдены, и они будут по-настоящему серьёзно наказаны. Здесь вот очень интересная ситуация. Я не сторонник какую-то наведен. Но французские профсоюзы уже сказали, что людей, которые ввели армию в града страны, даже не обив чрезвычайного положения, они не простят никогда. Я бы сказал, что мы должны поступить точно так же. Вчерашний день, например, был одним из самых тяжёлых в моей жизни. А я пережил гибель Советского Союза и видел, как разваливается мир на моих глазах. Так вот, вчера он разваливался снова. Когда принимались решения в Москве, в Петербурге, и я прекрасно понимал, что никаких оснований для принятия этих решений нет. Потом выяснилось, что часть решения была продиктована ошибочно, не так понято. Это решение вроде бы отменили, но при этом официально и Смольный, например, так и не признал сделанную ошибку. И это очень интересный момент. Поймите, главное в том, что произошло. Даже не то, что я вам сказал про экономику, про социальные факторы, про шестой технологический уклад. Главное другое. Мы столкнулись с ситуацией, когда буквально за месяц миллиарды людей в мире оказались вынуждены отдать свою самость, свою субъектность, самоизолироваться, обращая внимание, что вообще-то в русском языке нет такого слова. Были введены к совершенно невероятному масштабу штрафа. Причем введены просто рощерком пера со стороны людей, которые не имели на это ни малейшего права. Само по себе это страшно. Но страшно еще и то, что абсолютное большинство обществ и российских, и западного совершенно спокойно к этому отнеслись. Они готовы отдать свободу, они готовы отдать свое собственное будущее. Заметим при этом, что с них возьмут не только смороду, но и деньги. А знаете, в французске есть пословица «За родину отдам жизнь, но не деньги». Так вот, они готовы отдать даже деньги. Всего лишь за то, чтобы снизилась вероятность крайне низкая и так их гибели. Вот это социальная катастрофа. Поймите, в свое единство Европа выстрадала двумя мировыми войнами, не считая предыдущих колоссальных войн, которые были по масштабам ни чуть не меньше. И сейчас мы обязаны сказать, история Европы началась чумой 14 века и закончилась коронавирусом 20-го. Вы спрашиваете, что будет? Мир никогда уже не вернется к прежнему состоянию, потому что произошедшее не изгладится из памяти, не будет забыто. Я не психолог и не психиатр, чтобы отвечать на вопросы, какие механизмы компенсации и вытеснения будут включены. Но поверьте, когда ученые через 200-500 лет будут анализировать все эти события, им будет довольно неприятно. Мы столкнемся с явлениями класса в Рафаула Мейвской ночь. Сергей Борисович, вы утверждаете то, что это именно накрутка информационная, она была искусственная. Знаете, был такой фильм, наверняка его знаете, «Хвост виляет собакой». Конечно. Да, да, да. Вот ты очень похожа на это, но с другой стороны, есть же интернет, и шило в мешке не утаишь. Огромное количество людей говорят, с места событий показывают, врачи говорят, посмотрите, переполненные больницы, вот люди в этих масках. А вот смотрите, это уже вторая часть ситуации. Я уже сказал, что вирус-то реален, он существует и никуда не делся. Теперь внимание в вопрос, что собственно происходит. Ну, начнем с того, что у нас прекрасно работают СМИ. Например, читаем заголовок. В Нью-Йорке каждые 17 минут от коронавируса умирает человек. И возникает ощущение, что улица Нью-Йорка завалена трупами, как во время Великой Чумы, 14-го века. Вообще-то это около 100 умерших за сутки в 10-миллионном Нью-Йорке. Масштаб, прикиньте, размер не очень большой. Вряд ли это как-то хоть сколько не будет заметно. Другой вопрос, что на Западе, прежде всего в странах Евросоюза. В течение последних 20 лет прошла реформа здравоохранения. Как и у нас оптимизация. Как и у нас оптимизация. Но мы, как всегда, все делаем медленно, поэтому мы до конца не успели оптимизировать. Что улучшило нашу ситуацию. Суть такой реформы в том, что эффективные менеджеры сократили ненужные с их точки зрения расходы. А ненужные расходы это резервы врачей и резервы койко-мест в больницах. Им говорили, что значит будет первая же эпидемия. И никто не говорит про коронавирус, даже обычный серьезный грипп просто пришел. И у вас окажется, что ваша больница не в состоянии принять пациентов. Людей, которые это говорили, увольняли. Но сейчас ответственны будут не эти эффективные менеджеры, а мы все своими. Вот в этом ситуации. А мест в больницах действительно не хватает. Что вы смотрите, две страны, которые по всем данным прошли реформу здравоохранения, не успешны все. Ну, в смысле, лучше и раньше других ее закончили. Как вы думаете, какие это страны? Отвечаю, Италия и Испания. Можно прямо посмотреть корреляцию между уровнем проведения реформы и количеством смертей от коронавирусов. По Евросоюзу это просто проходит. Именно отсюда карантинные меры. Карантинные меры, это надо четко понять, не изменят количество заболевших коронавирусом. В мире им все равно переболеют практически все, после чего вирус придет в равновесие с окружающей средой. Говоря переболеют, я имею в виду, что все будет как обычно. 90% не узнают, что они болели. У 10% будут какие-то, у 5% легкие симптомы. 1% будет болеть серьезно и какая-то доля там 0-0-0-1% умрет. Это стандартная ситуация, пока эта эпидемия просто не закончится. Но карантинными мерами мы растягиваем крутой период нарастания числа заболевших. Он пойдет не так, а вот так. И это даст возможность перегруженным за отсутствием резервов медицинским центрам как-то справиться с ситуацией. Отсюда причина. Я же не говорю, что все это чистые загробицы. против человечества. Это заговоры, вызванный в том числе и рядом объективных причин. И если еще не могу понять, ситуация в России, где мы оптимизировать здравоохранение толком не успели, поэтому резервов у нас в общем вполне себе достаточно. Вот примерно так я бы ответил на ваши вопросы. Хорошо. Но все-таки вы говорите, что этот вирус используется для того, чтобы сделать кризис, ввести его в острую фазу, для того, чтобы предиспределить в том числе и доходы, по сути дела, обнуление, некое обнуление простых граждан, их сбережения, обнуление, опять же, средний, малый бизнес, вот эти все люди пострадают очень сильно. Прежде всего пострадают самозанятые, потому что никакие меры поддержки бизнеса на них не подействуют. Далее, очень сильно пострадает часть бизнеса в США, где традиционно нет государственной поддержки в таких случаях. И не случайно Трамп сказал, что мы должны как можно быстрее выйти из этой ситуации, в противном случае мы потеряем от самоубийств, больше, чем от коронавируса. В России потери пойдут по самозанятым, по мелкому и среднему бизнесу. А не забудьте, что с введением системы штрафов бизнес будет мелкий бизнес, да и многие граждане будут поставлены перед дилеммой. Либо они потеряют свои сбережения из-за того, что их бизнесы не работают, они не могут выйти на работу, а у них нет официальной зарплаты, которую продолжали платить. Либо они потеряют все то же самое из-за колоссальных штрафов. Плюс, не забудьте, падение курса совершенно неизбежно в связи с экономическим кризисом. Плюс сокращение рынка. Но вы же прекрасно понимаете, что любой экономический кризис, кому война, кому материна. Если у вас нет резервов, вы на этом кризисе очень много потеряете. А если, ну, практически все. Мое поколение, поколение моих родителей все потеряло в 91-м году. Все, что они накапливали в течение жизни на безбедную статус. Мы все потеряем в этом и следующем году, в нашем поколении. Ну, а кто-то, естественно, у кого деньги есть, они совершенно спокойно воспользуются резким снижением цены активов на рынке. Обратите внимание, биржи, и у нас, и на Западе, продолжают работать, как бы они признаны абсолютно необходимой деятельностью. Вот в условиях того, что все сидят по домам, биржи работают. И перераспределение ресурсов продолжает происходить на наших глазах. Вот это вот то, что имеет место быть. Да, на этом кто-то очень хорошо заработал. В конечном итоге это хорошо заработает и означает перераспределение активов между большими социальными группами. При этом, да, реальность событий никто не отрицает. Просто те же самые события в 69-м году, как я уже говорил, примерно с той же смертностью и теми же проблемами. Если бы кто-то сказал, что при этом остановят авиасообщение в мире, на него бы посмотрели как на сумасшедшего. Честно говоря, если бы мне два месяца назад сказали, что в мире будет остановлено авиасообщение, я бы на него тоже посмотрел как на сумасшедшего. Я сейчас читаю курс лекций по психоистории. И начинаю думать, что, наверное, психоистория уже устаревший термин, разумеется какой-то психиатрической историей. Потому что то, что происходит, это не психология, это психиатрия. Да, ну это еще раз подтверждает то, как люди подвержены такой массовой истерии. Действительно, люди напуганы. Москва сейчас пустая, я вот ехал, сейчас и улицы пустые, машин мало, людей вообще практически нет, люди все там где-то на дачах. Но вы знаете, все-таки беспокоит еще вот что, не слишком ли ударит этот кризис по нашей стране? Выдержит ли она этот кризис? Потому что люди же на самом деле бедные, закредитованные, в ипотеках, на самом деле огромное количество просто нищих. И если еще вот их еще пустят, да, их экономический какой-то базис, не будет ли бунта, не будет ли распада страны? Вы поймите, с нищих нечего взять, поэтому их особенно никто и не отпустит. Не отпустит. Удар наносится и у нас, и на Западе по среднему классу, как всегда. Поскольку у среднего класса есть что взять. Выдержит ли страна? А знаете, вопрос интересный. Но судя по тому, что на введение всех откровенно незаконных мер, никаких особых протестов не наблюдается, а анализ интернета показывает, что большинство поддерживает эти меры, а некоторые даже считают их недостаточными. Я склонен думать, что социальная ткань уже ослаблена до такой степени, что, собственно говоря, серьезных протестов не будет. Плюс, к тому, нужно иметь в виду, Россия не самое развитие государства экономики, что в данном случае плюс, а не минус. Потому что кризисы такого типа сильнее всех удаляют по более развитым странам. Китай и Европа пострадают гораздо меньше, чем мы. США пострадают очень сильно, но США же будут главным бенефициаром событий. Обратите внимание, что уже сейчас Соединенные Штаты нанесли великолепные по силе удары. А как по своему китайскому конкуренту, который потерял 15% ВВП и потеряет еще на том, что будет некий бойкот китайских товаров, особенно же идущих по сетевым способам распространения. Второй удар за счет снижения цен на нефть, вызванных в значительной мере кризисом и падением производства в Китае, получила Россия. Что касается Европейского Союза, то не забудьте, что Европейский Союз всегда был кошмаром и пуговом для Америки. Особенно, когда появились реальные перспективы превращения его в Евразийский. И про Евразийский Союз как целый экономически сильнее Америки. Так вот, теперь эти шансы полностью ликвидированы. Поэтому Америка выиграет больше всех. И то, что она за это тоже заплатит экономическим падением значительно и гибель участия людей, это никого не пугает. Америка всегда шла на самую рискованную операцию, если это давало ей больший шанс победить в мире. Посмотрите, когда-то она пошла на гражданскую войну, потом она приняла участие в мировой войне, которую могла легко избежать. И вот сейчас коронавирус. А, кстати, наличие подобного типа событий давно предсказывалось теми, кто изучает американскую историю. Вот вам бенефициар кризиса. И то, что нам тоже затронут, естественно, вы не можете выиграть от кризиса, не войдя в него, а тем самым не заплатив целом. Только Китай, Россия и Европа будут только платить, а Америка и платить, и получать. Скажите, а как-то отразится это на общей демократии в разных странах? Не будет ли она сворачиваться, не будем ли двигаться к фашизации общества? Знаете, вот я хочу по этому поводу напомнить старый анекдот. Доктор, я буду ходить, какой ходить, голубчик, а в будущем? Ну, какое будущее, голубчик? Какая демократия? Вы посмотрите, право перешло в ситуационную форму. У нас убрали все конституционные свободы. Причем, ладно, в России, где в общем-то правового государства никогда не было и, наверное, не будет. Но Запад же, как он гордился тем, что он правовое государство? Как гордились страны есть тем, что они по 10 лет обрабатывают элементарные решения, чтобы учесть позицию каждой страны и каждой социальной группы? Это же выстраивалось веками. И вот все, за несколько дней все это кончилось. Я бы сказал так, что в мире сейчас, если говорить политическим, историческим языком, происходит переход от принципата к доминату. Если вы помните, принципат в Римской империи характеризовался тем, что внешние форматы демократии соблюдались, ну и формально там тот же август был, консулом, не только императором, но также консулом, трибуном и так далее, и так далее. А начиная с режима домината все эти демократические формы были просто выброшены, как уже никому не нужны. Поэтому, конечно, то, что происходит, вы совершенно четко выразились. Это фашизация и это конец режима. Я бы назвал не демократией уже, а постдемократическим государством. Но кончается не только демократия, но и постдемократия. Это совершенно естественно, опять же, по случаю средно-технологического угла. Опять же, страна-бенефицар Соединенных Штатов Америки может позволить себе удерживать элементы демократии, что сделает ее еще более притекательной для внешних микроэнергии. Тогда последний вопрос, Сергей Борисович. Люди спрашивают, больше всего, единственный вопрос, что делать? Что делать им в этой ситуации? Есть какая-то стратегия поведения, может быть, групп людей? Что? Организовывать протесты, партии? Что нужно делать людям? Организовывать протесты и партии сейчас невозможно. В стране и в мире де-факто военное положение. Оттого, что оно не объявлено, легче не станет. Поэтому я вам отвечу цитатой. Специально подчеркиваю, что это цитата. Автор ее в Орле или в Орле американский писатель. Книга называется «Миллениум». Соответственно, поэтому, чтобы ни вас, ни меня не привлекли к призыву к революции беспорядков, я просто цитил. Герои этой книги говорят, страны готовят себе виду. На них направлен пистолет, они пытаются чего-то вякать о своих правах. Если бы на меня направили пистолет, я бы сделала все, что говорит владелец этого пистолета. И спасибо бы сказала, и пожалуйста. И улыбнулось бы ему, и убила бы его при первой возможности. Я ответил на ваш вопрос. Сергей Борисович, хорошо. Итак, это был Сергей Борисович Переслегин, футуролог, писатель. Спасибо, что дали нам интервью, и надеюсь, что вы еще нам как-то будете уделять внимание, время, будете нас как-то просвещать в этом вопросе. Спасибо, Сергей Борисович, до свидания. До свидания, всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»